доброе утро дорогие друзья сто лет сто зим у нас сегодня утречка так музыка это хорошо время пол девятого я выезжаю к своему поставщику чтобы успеть еще до вернуться обратно до работы ну кости чтобы нужно освободить машину вот поставщик находится достаточно недалеко от моего дома 5 километров что значит в принципе 5 минут грубо говоря а значит многие мне скажут и на а почему тебя агент не приносит необходимое все мой агент никогда мне не позвонил еще потому что там компания я работаю с несколькими я как бы такой мульти брендовый пока что еще парикмахер я работаю с тремя я работаю с шварцкопфом в меньшей мере я работаю в большей мере с велой и в еще большей мере я работаю с монплатин это израильская компания которая лицензированно работает здесь в канаде они делают поставку косметики такой как шампуни маски для волос ну вот вот это все краски ну вот все что связано с с волосами грубо говоря да вот израильская компания вот у них они работают с очень многими салонами с школами многими парикмахерскими но конечно не сравнить их не рынок с рынком того же шварцкопф лореаль вела которые достаточно крупные здесь поэтому конечно же агентов у них много они есть и они работают конечно с более крупными представительствами с более крупными салонами такие мелкие как я я даже не салон я маленькая студия которой нужно очень редко что-то много вот конечно им не то чтобы не выгодно посылать мне но смысл в том что даже агент мне не позвонил за последние два месяца ни разу но я не более не менее общаюсь с самим си и о компании который мне любезно он любезно я с ним встретилась тоже любезно мне никто из агентов так и не связался со мной когда я пыталась с ними связаться ну как сказать мелкая рыбешка мало кого интересует поэтому я просто свет пришла в компанию сказала здравствуйте ваша тетя и мне нужны ваши продукты то есть я бы хотела попробовать ваши продукты на что сам сио сказал конечно конечно нет проблем и непосредственно я с ним на связи то есть он не отвечает на все мейлы он собирает не заказы то есть обычно агенты они сами собирают заказы есть конечно у них там складчики как это который складывают да но многие также агенты сами приходят и складывают поэтому сейчас пришло время подкупить мне кое-что кое-какие шампуньки кое-какие кондиционерки масочки то что я делаю в своей студии то чем я пользуюсь очень классный у них есть термобилдер то есть он в принципе как термо защищает от термообработки волоса то есть перед тем как мы начинаем пользоваться фенами утюжками помимо этого она сделана как в креме потому что есть разные есть спреи крема она сделана к кремом таким в таком тюбике как крем для рук и он не только делает термозащиту а он еще и укладывает является как кремом для укладки то есть это такое вообще сочетание помимо этого божественный запах просто божественный запах вот почему еще говорю израильская косметика что много у них вот этих средств для ухода за волосами сделано на из мертва моря на основ на минералах разнообразных там из мертва моря и так далее поэтому многим это нравится многие израильтяне так я работаю с русскими израильтянами в основном это тот кто является моими моделями и моими клиентами они конечно этом это нравится потому что но как бы это свое родное у меня мои вот клиенты они обожают этот термобилдер у меня его покупают поэтому мне постоянно нужно за ним ездить ну и все помимо этого там пару красочек несколько шампунек и масочки как я и сказала поэтому сейчас еду забрать утречка и покажу вам свой улов вообще конечно школа закончилась начались трудовые будни но конечно для меня еще не в полной мере потому что по стоку по скоку я летом с детьми дома план у меня такой что начинаю я работать только лишь аж с сентября то я дома ну я хочу поблагодарить всех моих дорогих моделей которые были со мной в течение моей учебы многие из них стали моими клиентами многие из них уже порекомендовали своих друзей то есть своим друзей и друзьям меня за это тоже отдельное спасибо потихонечку потихонечку нарабатываю 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 техники практикую очень люблю свою маленькую студию немножечко так я ее оборудовала насколько я ее могла оборудовать очень так уютно по домашнему в то же время но делаю это профессионально насколько это возможно сделать в домашних условиях начинающий мастер я считаю что в принципе все окей динамет поэтому в сентябре планирую на работу тоже конечно не на полную ставку это будет партайм потому что мои дети конечно же к себе всегда в приоритете. Прежде всего, то, что я нашла свой путь в жизни, это хорошо. По-прежнему в приоритете мои деточки. Работа – это как просто любимое дело, которое я рада, что я его нашла для себя. И оно им всегда останется. Ну, по крайней мере, пока я не придумаю что-то другое. Все, сейчас поехали забирать наш заказ. Вот мой заказ. Вот это вот масочка. Я делаю маску после покраски. Ну, конечно, за денежки эта маска делается как отдельная услуга. Это я даю в подарочек. Но это тоже нужно покупать, конечно же, сэмплы. Вот это... Ой! Шампуньки. Нет, это вот сам термобилдер. Вот он так выглядит. Термобилдер. И есть шампуньки. Такие же шампуньки. Небольшие. Total Repair шампуньки. Мне очень нравятся они. Я беру только то, что мне нравится, то, что я попробовала. По чуть-чуть пробую сама каждый раз что-то новенькое. Вот это другие шампуньки тоже я им и пользуюсь. И иногда у меня их берут. Но это все, конечно, так у меня. Очень продажами, как говорится, не занимаюсь. Но как любой профессионал, конечно же, который работает, обязательно должны быть продукты, которыми ты пользуешься. Те же продукты. Люди заинтересованы, конечно же, приобрести. И почему я не должна это иметь? Поэтому по чуть-чуть. Это, конечно, не крэйзи, как в салонах, да, целые магазины у них там. Но по чуть-чуть. Все очень скромно. Зато со вкусом и, как я думаю, очень даже профессионально для начинающего мастера, как я. Прикольно. Рабочее утро. Это такая типа промзона. Здесь есть много складов, разных офисов, небольших предприятий. Такое рабочее состояние я люблю. Но так, ненадолго, знаете. Не то чтобы, ох, мне просто напоминает почему-то, когда я приезжаю сюда за продукцией, напоминает мою работу в Израиле. Когда я ездила на встречу с клиентами по разным промзонам, на разные предприятия встречаться с клиентами. Мы же нанимали работников для логистики. Поэтому для меня вот эти все склады, это все очень символично. Но ненадолго, потому что я знаю, что мне не нужно идти на работу. Все-таки женщина, конечно, не создана для работы тяжелой. Создана для работы, которую она любит делать. Я закрою окно с любовью. Вот, например, я с удовольствием купила, пошла для своих дорогих клиентов, которых я, кстати, очень люблю. Ну, потому что, по всей видимости, это мои друзья. Ну, и даже друзья мои друзья. Они тоже очень все приятные люди. Я уже знаю, как некоторые из них вот ждут вот этот термобилдер. Как и уже у меня девочка ждала, у меня маски закончились, когда наконец-то эти маски уже появятся, чтобы сделать масочку. Я вот это все им уже с любовью наконец-то сделаю. Это для меня вообще, конечно, очень. Им приятно, а мне в 10 раз приятнее. Вот. Так что это то, что касается рабочих будней. Я благодарю Бога, конечно, за то, что есть возможность заниматься своим любимым делом, совмещая это с еще более любимым делом, с моими детьми. Которые, конечно, тоже далеко. Это не самая легкая работа быть мамой. Наверняка все мамы со мной сейчас согласятся. Это очень тяжело. Особенно на летних каникулах с современными детьми, которых нужно развлекать. Это нас не нужно было развлекать. Мы на улице бегали с утра до вечера, только ждали, когда мама разрешит побежать на улицу. Кушать даже мы забывали. Мы даже кушать не хотели. Просто мы бутерброд какой-то схватили на улицу, побежали. С деревьев посрывали позу зеленые сливы с грушами. И вот так вот мы жили. Сегодня дети другие. Если мы не хотим, чтобы они сидели за компьютерными играми бесконечно, нужно что-то придумывать. И, по крайней мере, пока это еще, так сказать, подвластно контролю. Потому что придет возраст, когда уже вряд ли ребенок будет слушать, что я ему говорю. И он будет на все свое четкое мнение. Он просто может сказать «нет» и все. Поэтому я, конечно, тоже сильно не заставляю. Честно вам скажу, в этом году я с ними занимаюсь меньше, чем в прошлом. Потому что, во-первых, не хватает времени. Часто мы ездим, мы не находимся дома. То есть у нас плейдейты, мы устраиваем больше плейдейтов. К нам приходят детки, мы ходим куда-то. Сейчас радость. Сейчас я на волне волос. Поняла сейчас со временем, что я смотрю несколько неплохих таких стилистов. Которые также, прежде всего, мейкап-артисты. Российские. Одна российская девочка. Вторая украинская. Они делают шикарные сады. Они работают с невестами. Они работают вот с таким типом материала. То есть невесты, локоны, большие длинные волосы. Вот это все. И мне так нравятся их работы. Я прям даже загорелась. Насколько я не человек, который любит плести косички и делать какие-то прически. Но именно свадебные варианты с локонами. Вот какие-то такие красивые вкладки. Меня стали заинтересовывать. Мне это стало очень интересно. Честно скажу вам, руки зачесались. Для этого мне, конечно, нужно еще обязательно приобрести себе. Называется крэмперы на английском, а на русском называется гофре. Вот. Такой утюжок гофре, который делает основу для волоса, чтобы лучше на нем ложились все вот эти объемные прически свадебные. Вот. И на гофре мне нужно немножко подработать, потому что моих текущих заработков хватает только на то, чтобы возместить свои же расходы на сегодняшний момент. И чуть-чуть в плюс. Чуть-чуть в плюс. И на этот плюс я просто покупаю новую продукцию, которая мне нравится. Я не планировала сейчас покупать гофры. Я с ним, наверное, потяну. Я думала найти какой-то секонд-хенд гофры. Потому что мне же нужно только попробовать. Я не собираюсь пока что становиться свадебным. Стилистам это громкое слово. Да, ну, для причесок свадебных пока что я не создана. Это нужны тренировки и тренировки. Ну, хотя бы даже на том же манекене тренироваться. Плюс у меня есть две девочки с длинными волосами. Мои модели, которые уже мне промоделировали для моих многих покрасок и укладок. Я уже у них поинтересовалась, будут ли они заинтересованы. Также для свадебных причесок. Причем свадебные прически, если у меня получится, я буду делать. Я хочу сделать красивые. И с красивыми прям фотосессия, фотосессия. Такая качественная, даже может быть, с кусочками видео. Они уже дали свое добро. Вот. Поэтому я ищу гофре second hand. Если кто-то меня смотрит из Торонто, парикмахер. И готов поделиться своими. То есть у них уже есть более профессиональное. То, что им не нужно. Я с удовольствием куплю у них старый, которым они не пользуются, для набивания техник. Гофре. Вот никогда бы не могла подумать, что мне это понравится. Ну, потому что это не какие-то сложные прически. А именно мне понравились вот эти локоны. Вот этот вот романтический такой полуромантик, полусексуальный вот этот вот вид женщины. Это очень красиво. Локоны. Ну и, конечно, когда они идут в разных там греческих кокосах. Вот в этих хвостах красивых, высоких. Вот такое мне нравится делать. Но для этого тоже нужно тренироваться. Вот. Поэтому вот это у меня такое ноу-хау. Помимо этого, конечно, осваиваю колористику. Хотя, конечно, в школе мы изучили все. И какие-то, конечно, основы колористики. Что типа цвет не поднимает цвет. Краска не поднимает краску. Да? По цвету. И все такие вещи, это мы все знаем. Но когда приходит ко мне реальный клиент и хочет реальный результат. Какой-то там экзотический цвет. Очень сложно подобрать цвет. Очень сложно подобрать цвет. Пока человек конкретно не знает, что он хочет. А человек редко знает, что он хочет. Только лишь если он красится в естественный цвет. Это без проблем. Подобрать краску, естественно. Если он хочет там на тон, выше, на тон ниже. То есть, когда это все идет в натуральных оттенках. Это решимая проблема. Но как только приходит человек с запросами на непонятно, что хочу, сам не знаю чего. Это большая проблема. Для любого, в принципе, мастера. Для такого, как я, начинающего. Конечно, ты никогда не получишь желаемый результат. Или какой-то ожидаемый результат. Или человек скажет, вау, это то, что я хотел. То есть, оно никакое получается. Поэтому я послушала недавно видео, в котором сказали, что для колористики, для того, чтобы стать более-менее соображающим колористом, который понимает, что нужно сделать, чтобы получить результат, 7 лет. Ребята, это было мое небольшое выступление. Мое небольшое видео. Желаю вам хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok